Боевые экипажи команды МАССПОРТАВТО отправляются в Джиду, где 3 января стартует самый престижный в мире автоспорта ралли-марафон Дакар. Белорусская команда выставляет для участия в соревнованиях два капотных грузовика под управлением пилотов Сергея Визовича и Алексея Вишневского. Им будут помогать штурманы. В предыдущие годы не было такой быстрой машины, как в этом году. И лично я надеюсь, что это поможет мне показать еще лучший уровень и скорость на этом соревновании. Он намного быстрее, намного проще переносить нагрузки ударные из-за того, что сместили кабину. Ну и в целом, как бы, эта машина наголову выше, чем предыдущая. Дакар-2021 пройдет в условиях соблюдения целого ряда ограничений и дополнительных требований, связанных с мерами предосторожности в период пандемии. Мы планируем вылететь 27-го числа в Джеды, 27-го прилететь. Должны там отбыть 48-часовой карантин. 29-го числа сдав тесты и получив отрядный результат, мы получим технику, которая уже находится в порту Джеды. На тестирование, так называемый шикда, у нас будет отзывок 3 дня. 30-е, 31-е, 1-е число. 2-го числа у нас уже пролог и 3-го старт основного этапа гонки. В этом году у нас вообще получилась очень скомканная программа. Мы на самом целый год очень много работали, каждый раз готовились к новому старту. Сначала мы готовились к гонке в Марокко, активно. Потом мы готовились к гонке в Шелковый путь. Потом нам все-таки одним экипажем, Алексея Вишневского, удалось принять участие в гонке Золото-Кагана. То есть весь год мы куда-то бежали, спешили, при этом строили второй автомобиль, третий и так далее. Были большие планы, но этим планам не суждено было сбыться. И на гонку мы сумели выставить только хорошо подготовленные два автомобиля и два экипажа. Связано это с тем, чтобы не рисковать возможностью отправки трех автомобилей и потом не выходом их на старт в случае положительных тестов, которые необходимо будет пройти перед гонкой несколько раз. Марафон пройдет с 3 по 15 января. Гонщиков ждет абсолютно новый маршрут в северо-западной части Саудовской Аравии протяженностью более 7,5 тысяч километров. А мы пожелаем им удачи.